Ларкос, вкратце, опиши, это че, мы, короче, обороняем какое-то место, и на нас летят волны врагов, да? Да, 35 минут выживаешь, и... Блин, обожаю такие миссии. Миссия невыполнима, бля. Да, кстати, название Старкрафта третьего спиздил, там, я когда в детстве играл, нахуй, в компьютерном клубе. Мы там играли, блядь, в этот... Такая карта была, кусочки, типа, и там, типа, форт, и ты как бы от зобби отбиваешься. А почему на кусочки, все равно непонятно. Да я хуй знает, как там назвали... А наступать откуда будет, а на центр, что ли, получается, со всех сторон? Нет, там есть сверху три пути, они будут оттуда идти. Сначала они будут идти только с центра. Но мы телескопы поставим, ты увидишь, когда они с левой, с правой. Это где-то 16 минута, они будут ебенич. Блядь, у меня разведчик стоит. Блин, у меня раз в Леджинс вылетело. Бывает. Вой, ты из-за алинов играешь, все видишь, да? Да, все вижу, всю карту. Ты здание увидел? Да, да. Блядь, я разве желтый, я должен будет зеленый. Что за херня? Ну тут я объяснял только что-то, и наверно отходи. Так, отключайте 5 хвост права, айда, чтоб не лагало. Приоритет высокий. Типа, нумерация конченная, такая нюнечко. Общий. Редактор цена. Че за хуйня? На, блядь, вот. Ну-ка, и надолго он? Не, не надолго. А, это вообще хуйня. И он только один юнит, блядь. Да, да. Там внизу 4 способности, они ебашат. Нет, я не сохранил. Гравыль всего я не сохранил. Надеюсь, я это быстро сделаю. Блядь, че-то я как аутист играю. А че? Че-то как-то реликвии мало. Хуйня. Да, мало. А, да, еще мне тоже реликвии поставить на свои карты. Да это из-за ваших разведчиков, их 6 штук, тут реликвии, блядь. Собрали их за 5 секунд. А, ну, кстати, да, тут же не обязательно так делать. Тсаны. Типа, мы один хуй соберем. Ну, типа, мы только раньше соберем вас, что тут по противникам нет на карте. Слушай, у меня вот таймер есть, время. На какой минуте? На пятой начинается волна, да? Ну, увидишь, блядь. Вообще, первая волна на четвертой. Ну, там такая слабая хуйня, чисто, блядь, чтобы показать, типа, откуда они пойдут. Ну, в этой ситуации мои полномочия все окончены. Так, Ракос красный, синий кто? Да, синий. В дипломатии, типа, а, там не написано в дипломатии, блядь. Ну, там вот это 1, 2, 3, блядь. А сколько на карте, примерно, лучше поставить реликвии? Семь на игрока. Семь на игрока, то есть, 28? То есть, вот, саус. А ничего не раута, там ничего и оставлять не надо. Там я карта довольно большая. Это в любом случае так сказать надо. Посмотри, там основы, по-моему, блядь. Там есть тайм-код, как сделать реликвии. Да, я сам пойму. Это довольно нетрудно. Там уже есть вот значок подарочек. Вот давай для прикола. Создай этот, нахуй, как он называется? Зика или, ну или этот, хотя бы одного перехватчика. Ибо они вот на это здание, пускай он его сливает, типа, блядь. Чё будет? Кого? Ну, это здание ебучее. Или там нельзя пролететь? Тогда нельзя пройти, ясно. А, ясно. Надо декорации тогда какие-то, может, какие-то шипы, блядь, чтоб, типа, оно не будет недоступно. Ну. В плане горы перелететь нельзя. Не горы, я имею в виду из стекла что-то, какие-то, блядь, шипы такие, чтоб, типа, показать... Я там делал декорации, чё-то, например, слетело, находим меня отсюда. Так. Там, типа, фракелы будет, ну, вся хуйня. К вам идут. Шесть отрядов. Семь атака, 135 хп. Леонардо, хелпани. Они и справа пока что не пойдут, я же говорю. Я даже не понимаю, в чём проблема у меня здесь, почему я не могу выравнить это место. Раньше я это спокойно выравнивал. Так, надо нажать сейф. Они уже всё, освободятся через секунду. Там, по-моему, есть одна способность, которую она вечно закидывает. А ты не знаешь, какая... Неприступная стеклянная тюрьма, может быть? Или Этернал Глаз Призм? Этернал Вечно. Да, Вечно. У меня она не откатилась пока. Ну, и заебись. А там я одиночная такая есть. Одиночный, что-то я их потыкал. Они, блин, просто одного солдатика убивают, блин. И четвёртая, вот эта отряд заморозила. Четвёртая, вот... Ну, понял, да? Не, они все отряд заморозят. Ну, я сейчас не наблюдал такого. Вот, давай сейчас ещё раз. Вот первый отряд. Ну, видишь, отряд. Ну, а вторую, третью я тыкал, там не было такого эффекта. Хуй пойми почему. Сейчас откатится. Потому что ты на рудокопов вязал. Не-не-не, а на отряды. Я же, блядь, снимаю. Сейчас, 10 секунд. Попробую. Вон у них что-то, блядь, а, зараза. А какой брач красный блок, типа? Который создан не за гор, а просто, типа, красные квадратики? Никак. Вот, видишь, видишь? Отряд горит. Вот отряд, ну, ты не смотрел. Вот где по центру стоял синий отряд. Там сдох один солдатик. Ну, на видео потом, если чё. Они просто горели, блядь. Да, они загорелись, но один солдатик умер. Я понял, я не убрал просто. Я понял, как их убрать. Всё, я разобрался, слава богу. Интересно, как на героя эта хуйня подействует. Так, к вам идут, готовьтесь. Три Се-Циеда. Три Марида. И дохуища этих петухов. Стеклянных. Тёмных. Фух, слава богу. Это не те петухи. Да. А вот эта вот ресурсная доминация, она снимает эту хуйню? Сомневаюсь. Чёмная стеклянная. Сомневаюсь. Отвадила и скачет ка назад. Айрбок. Ну, как вы разъёбываете, заебись пока. Вот эта. Второго героя старайтесь сделать, вообще тема охуенная. Да, имеет смысл. А на пушку не скидываетесь ещё, нет? Да, не, не, надо сейчас экономик рассуждать. У вас уже заебись городов. Ещё отряды идут. Давайте назад щиткаем. Шесть моридов и девять отрядов пехоты. Вот одного она заморозила. Я понял, я не убрал. Ммм, Ларкас. Ммм. А, у меня в начале игры нации не спаунится. Чё, не спаунится? В начале игры нации. Какая нация? Ну, обе. У меня просто сейчас два игрока поставлено, а они не спаунятся на карте. Потому что через сражение должен начинать. А, не через тест. Леонард, ты стоишь. В том-то и дело не через тест. Надо было и ближе подпустить. Ларкас, в том-то и дело, не через тест начинаю. Я начинаю нормально. Ну, ты стартые точки расставил. Ну, да. Приготовьтесь, вы пока бьетесь, уже идут скорпионы. Парочка сердцеедов, мориды и куча пехоты еще. Сейчас они уже близко. Чё, мы что-то идем? Городу. Поставь 4-й район. А, хотят там дать. Через 3 секунды подойдут. Всё, подожди. Надо отходить, ближе к городу, чтобы дамажить их еще и горло. Блядь, сидим, нахуя калькулятор там стоишь. Ты додумался, нахуя там вообще прототипы строить? В тылу их лучше ставить. Так, Ctrl-S. Сейчас игра не вылетит, зато Ctrl-S. Так, вот сейчас я, Ларкас, я начинаю, вот как ты сказал. Вот мой сложности, такой. Старту игру. У тебя эти, блядь. Всё, как в компании, включно, значит, юнит. Нет, я поставил стиль игры мультиплеер. Я знаю, у тебя стоят эти. Найди вкладку, где ты должен, где ты вручную игроков расставляешь. Выбираешь компьютер, там человек, выбираешь цвет нацию. Там надо всех убрать. Понял? Да, там у меня не стоят галочки, где я убрал галочку, где у меня игрок разный. Видео убрал. Ну, значит, должна работать, я хрустно. А, у меня не работает. Это странно. Ещё надо слева бункере строить. Ещё волна появилась. Сидим эти там бункер, сейчас поставлю, короче. Три скорпиона, два паука стеклянных, сердцееды, три вроде мориды и куча пехоты. Ещё больше. Очень много идёт пехоты. Готовьтесь. Вы специально фронт отдаляете от города или чё? Ну да. Да, круто. На у нас больше будет отступать, чтобы. Ларк, если поставил там галочку, матч, то плеер сможет... Я не знаю, зачем её поставим, может, она как-то играет роль. Возможно, я хрустно. О, блядь, откуда столько тимония? Вы, кстати, крепости строите, он у тебя на бункер дам. По краям стройте, вроде, несколько волны должны быть эти. По краям пойдут. Через две минуты они уже пойдут, по-моему. О, отлично всё заработало. Да, правда, эту галочку поставил, поэтому не работало. Леонардо, мы уже в соул, берёмся без тебя. Так, а Слава, когда будем покупать? Давай назад, Сигин, к бункеру. Вот тут строил же бункер, Леонардо. Заказывай. А горы по краям обязательно строить? Или без них будет некрасиво выглядеть всё? Идут три волны пехоты по шесть. Три по шесть. Да не, не обязательно. Заспавчись. А как делать, чтобы... Одна стеклянная пушка. Сходишь. Ларкас. А как делать, чтобы по краям карты было всё темно, чтобы ты не смог посмотреть за горы, пример, там? Никак. Никак? Пусть только путь заблокируешь и всё. Как-никак. Окей. Бля, хуёво сейчас вам будет. И очень... И видишь, как хуёво. За этой пушкой сразу идёт ещё волны, блядь. Да, блядь, надо отступать. Ну, ладно. Смотрите. Пушка пока что одна, и за ней вот куча пехоты. Ну, пиздец, там тьма просто, блядь. И два голема. Смотрите, на бункер построится, пока что отбиваемся. Не бункер, а этот крепость. Кстати говоря, по краям хуярит уже потоки, пиздец. Сидим слева в СК подтяните. А можно сделать больше восьми игроков? Нет. Даже из цвета добавить? Да. А вы не пробовали сделать больше, нельзя сплошь, скриптового? Нет. Со скриптами нет. Там нельзя, поэтому ограничить просто. Бункер, заебись, красный, защищайте бункер. Желтая ветка там вроде нормальна. Ай-яй-яй, блядь. Вот текстура. Че она? Так, а как цвет свой выбрать? А че, молот дожит, а никто не делает еще? Какой надо экономику использовать? Никак не скину с этом, смотрите. Че, отходим? А, бункер строится, окей. А как выбрать текстуру свой, например, цвет поставить черный чисто, чтобы по краям карты мне было там не мануфелем? Через консоль. Через консоль? Да. Окей, поищу. Че-нибудь? Ох, нет. Чирка подвечает, пацан. Смотрите, Джакон по подиуму идет, ебать. Отходи, дай шефшотник, ебать. Это называется танчить. Все, отходим, бункер. Сиди, гол, у тебя слева бункер, он сейчас его снесут, у тебя войск там нет. Я перейду вас как бункер, он-то ты раздени его. Красный, красный, помогите, но. Бункер-то не проебейте, блядь. Я слышу там, как у вас темные шагатели кидаются. Сиди, гол, ну, блядь, наполовину в бункер еще нет. Ой, текст написал. Какой же молодец. Препчик, что ли? Надо синим гол, это помогает, блядь, пиздец, блядь. Ну, надо, блядь. Там же прорыв будет и пизда, блядь, а бункер ценная хуйня. Отбивать и чинить надо. Сиди, давай все туда, нахуй. Пушка ебаная, блядь, рот ебал. Кто ее направил, как ты думаешь, блядь? Так бы она по юне там стреляла. Ну, че, машина лечит или че, блядь? Да, сука, как сфокусить эту хуйню? Вот у этого, у Леонардо заебись получается обороняться, блядь. Игрок 2, это у нас синим гол, нахуй, да? Да. I don't know. Че делать? Ну, все, блядь. Я не знаю, он постоянно вылетает, блядь. Это твое теперь красное, да? Ну, мы тут не продержим все твоем, блядь. Ну, интенсив большой, понимаешь? Интенсив большой. Блядь, знаешь, че надо, надо? Надо это, блядь. Вот постройки, знаешь, которые... Можно пушку, блядь, надо? Тут какая-то помощь нужна, вот знаешь, че тут надо? Не, можно, в принципе, и пушку, блядь. Надо сделать тебе, добавить каждому игроку этот, как сейчас я объясню, блядь, здание, вот, которое, допустим, лагерь Брисерков, да? Вот штучки, штучки по два лагеря, допустим, чтобы он их взял, да? И отправил туда, чтобы отряды хотя бы периодически под помощь какая-то шла. И, допустим, так же... А, это понял, ладно. Ну, это тот же, блядь, к половине Тимонио, нахуй. Да, типа... Да, блядь, не обязательно к половине, я имею ввиду, чтобы она нейтральная постройка была, как бы можно было захватить, там, хуй знает. Ладно. Типа, этот, блядь... Ну, ту же летучую мышь, там, можно, там... Ну, или несколько, там, построить... Ну, таких интересных. Ну, вот, из интересных, мне кажется, лагерь. Потому что там и наездник будет один, и отряд идти. И что еще есть? Саламандра неплохая тема будет, вот, против этих пехоты. И этот... И еще, знаешь, как... И если бы... Там, васька, стоят, пиздь, да. Если поставить еще какие-то оборонительные эти, блядь, вот, как Куталовский, знаешь, электричеством стреляют эти башни, там, блядь. Да это уже какой-то хуйный, блядь. Ну, края вот эти, чтобы держать получше было. Типа, что он объект, его требуется захватить, типа. Мне кажется, что в центре надо от этого города играть, нахуй, тупо его застраивать, блядь. Тогда будет проще. Как раз так проще. Ну, вот смотри, сейчас 21 минута прошла. Да. И дохуища идет. 35, типа, ты выигрываешь, да? И дохуища волн идет, блядь. Вон там, блядь, галер. Это возможно, да, 35. Сколько? 14 минут продерживается. Это надо каждому по два героя иметь, чтобы они как-то функционировали поинтереснее. Нихуя, стеклянный дракон. Ну все, пиздава. И причем он древний, блядь. Сейчас он просто все разъебет. Ну, даже если не управляет, блядь. А паук уже был, блядь? Паука не видел. Вроде не видел. По-моему, он должен был заспавниться. Не, не видел. Ну что, вы его разъебали? Леонардо, у тебя все войска там стоят справа, когда там вообще очень... У тебя вся загорожка в цемки, нахуй. Он это канал охраняет. Блядь, ну там не надо так много войск. Да, меня вообще-то проносили. Я только вот сейчас как раз-таки выстроил заебись оборону и могу идти к тебе. Ну дракон разъебывает это вообще. Надо его на 30-е... Ты вообще и управляешь, как мразь, блядь. Я им вообще не управляю, понимаешь? Он как прилетел, ну как он прилетел, так и летит. Ну, в смысле... Я его не трогал, я просто смотрю, что он летает и все. Если я его буду направлять, то пизда будет. Супер, блядь, получайте, нахуй. Блядь, нахуй. Ну это твоя способность, блядь, или он сам не знает. Блядь, надо было его нахуй через луч хуярить, сука. Блядь, надо было его нахуй и клягать. Супер нахуй. Нет. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...